Населенный пункт Коминтерного Депутаты Народного совета Донецкой Народной Республики Екатерина Губарева, Ольга Макеева, Анастасия Селиванова и Вячеслав Солошин совместно с администрацией Новоазовского района Накануне встретились с жителями прифронтового села, чтобы помочь проживающим там людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации И обратить внимание общественности на удручающее положение граждан в Коминтерного А зимой, представьте, 20 градусов мороза, тупо в газ, ну вот, перебивали трубы, понимаете? Тупо стреляют тут по трубам, чтобы перебить вот это газ и свет 20 градусов мороза, представьте, мы... То есть целенаправленно? Целенаправленно. Мы сутками сидели без газа, пока залатали, пока там... И сутками без света. И без света. О, смотрите, вот газопровод же весь побитый, но сегодня они почему-то не стреляют под газопровод, потому что уже нету газа же. Хочется верить, что визит первого заместителя главы специальной мониторинговой миссии АБСЕ на Донбассе Александра Хуга практически совпавший с передачей твердотопливных печей населению от представителей ДНР в СЦКК. не заставят его думать, что проблема решена, поскольку этот важный в преддверии зимы шаг со стороны властей ДНР не является гарантией спасения для жизни.